Сыгломинская библиотека номер 16 представляет презентацию «Гайдар шагает впереди» к 120-летию автора детских книг Аркадия Петровича Гайдара. Аркадий Петрович Гайдар – настоящая фамилия Голиков, известный советский детский писатель, участник Гражданской и Великой Отечественной войны. Родился в 1904 году в городе Льгов Курской области в семье учителя Петра Иссидоровича Голикова. Его родители участвовали в революционных выступлениях в 1905 году и, опасаясь ареста, уехали в провинциальный Арзамас. Детство провел в Арзамасе мать Наталья Аркадьевна, учительница. Первую мировую войну отца забрали на фронт. Аркадий, тогда еще мальчишка, пытался добраться на войну. Попытка не удалась, его задержали и вернули домой. В 14 лет вступил в ряды Красной армии, стал помощником командира отряда красных партизан. В 17 лет стал командовать запасным полком. Сам автор однозначно и четко о происхождении псевдонима Гайдара писал. Однажды он был в Хакасии, там плохо говорили по-русски. Иногда, когда забудут фамилию, смеялись и говорили «Аркашка, Хайдар», что в переводе «Аркашка, куда ты?». А он в ответ откликался как на фамилию, даже нравилось ему, просил его называть так. Первое произведение «Повесть в дни поражений и побед» написал в 1925 году. Было опубликовано знаменитым в то время ленинградском альмонахе Ковш. Писатель подписывался псевдонимом Гайдар, стал классиком детской литературы, прославившись произведениями об искренней дружбе и боевом товариществе. Наиболее известное произведение Аркадия Гайдара. «РВС» была написана в 1925 году. «Книга школа» в 1930 году. «Военная тайна» в 1935 году. «Рассказ «Горячий камень» в 1941 году. «Книга «Тимур и его команда» в 1940 году. «Бумбараш» написан в 1940 году. В 1939 году была написана книга «Судьба барабанщика». В этом же году был написан рассказ «Чук и гек». Сказка о военной тайне о мальчишеке-бальчашею твердом слове написана в 1940 году. Во время Великой Отечественной войны Гайдар находился в действующей армии в качестве корреспондента комсомольской правды. Аркадий Петрович попал в партизанский отряд. В отряде был пулеметчиком. Утром 26 октября 1941 года пять партизан остановились на привал рядом с железнодорожной насыпью. Гайдар взял ведро, чтобы набрать картошки в доме путевого обходчика. На самом гребне насыпи заметил притаившихся в засаде немцев. Успел крикнуть «Ребята, немцы!», после чего был убит пулеметной очередью. Это спасло остальных. Они успели уйти от засады. В 1947 году останки Гайдара были перезахоронены в городе Каневе. «Любите жизнь! Радуйтесь всему хорошему в ней! Любите людей! Больше доверия друг другу! Берегите мир в своей большой семье!» – говорил Гайдар. А сейчас мы прослушаем рассказ Аркадия Гайдара «Поход». Ночью Красноармейец принес повестку. А на заре, когда Алька еще спал, отец крепко поцеловал его и ушел на войну. «Поход». Утром Алька рассердился, зачем его не разбудили, и тут же заявил, что и он хочет идти в поход тоже. Он, наверное, бы закричал, заплакал, но совсем неожиданно мать ему в поход идти разрешила. И вот для того, чтобы набрать перед дорогой силы, Алька съел без каприза полную тарелку каши, выпил молока, а потом они с матерью сели готовить походное снаряжение. Мать шила ему штаны, а он, сидя на полу, выстругивал себе из доски саблю. И тут же за работой заучивали они походные марши, потому что с такой песней, как в лесу родилась елочка, никуда далеко не нашагаешь. И мотив не тот, и слова не те. В общем, эта мелодия для боя совсем не подходящая. Но вот пришло время матери идти дежурить на работу, и дела свои они отложили на завтра. Итак, день за днем готовили Альку в далекий путь, шили штаны, рубахи, знамена, флаги, вязали теплые чулки, варежки, одних деревянных сабель, а рядом с ружьем и барабаном висело на стене уже семь штук. А этот запас не беда, ибо в горячем бою у звонкой сабли жизнь еще короче, чем у всадника. И давно, пожалуй, можно было бы отправляться Альке в поход, но тут наступила лютая зима. А при таком морозе, конечно, недолго схватите насморк или простуду, и Алька терпеливо ждал теплого солнца. На вот и вернулось солнце, почернел талый снег, и только бы только начать собираться, как загремел звонок, и тяжелыми шагами в комнату вошел вернувшийся из похода отец. Лицо его было темное, обветренное, и губи потрескались, на серые глаза глядели весело. И он, конечно, обнял мать, и она поздравила его с победой. Он, конечно, крепко поцеловал сына, потом осмотрел все Алькино походное снаряжение, и, улыбнувшись, приказал сыну все это оружие и амуницию держать в полном порядке, потому что тяжелых боев и опасных походов будет и впереди на этой земле еще немало. Произведения Аркадия Гайдара проникнуты любовью к детям, воспитывают в них стремление быть честными и смелыми, учат дружить с хорошими людьми, бороться с плохими, не отступать перед врагом и уметь разглядеть далеко впереди яркие огни будущего. Приходите в библиотеку, берите и читайте книги Аркадия Петровича Гайдара. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова